А, у меня не болят мышцы, мама! Видимо, рост прекратился, не будет больше роста мышц, что делать, а? Здравствуйте, ребят! Как вы уже догадались, тема сегодняшнего видео, почему после тренировки не болят мышцы. Как вы уже поняли по моему небольшому интерактивному вступлению, что многие считают, если у них нет боли в мышцах, то роста мышц не будет. Как думаете, правильно? С одной стороны, это, естественно, правильно, но с другой, давайте рассмотрим, почему нету боли. Во-первых, боли может не быть потому, что вы все время выполняете одни и те же упражнения. Когда вы выполняете одни и те же упражнения, мышцы приспосабливаются, адаптируются и тем самым становятся сильнее. И сухожилия, хочу сказать, волокна мышечные, они уже не так сильно рвутся и, возможно, вообще уже не рвутся. Нет, они, конечно, рвутся, но очень мало. Не так, как прежде, когда вы начали только делать эти упражнения. Вот, и поэтому, когда мышцы привыкают, они уже адаптируются и уже не болят. Обычно мышцы уже перестают болеть после 3-4 однотипных тренировок. И если же вы соскучились по приятненькой такой ноющей боли в мышцах, то вам придется разнообразить ваши тренировочки, потому что в фитнесе есть очень много тренировок и любую тренировку можно заменить одним или другим упражнением. Во-вторых, как я уже сказал, возможно, ваши мышцы стали гораздо сильнее и более выносливее, чем вы могли прям представить. Вы не думали даже об этом, но они стали сильнее. Поэтому нужно экспериментировать с другими видами упражнений, либо увеличивать веса, потому что если у вас вес был там 70 кг в жиме лежа, то вам нужно поставить 75-80, чтобы мышцы заново заболели, чтобы на них стресс пошел. А еще лучше поэкспериментировать с другими видами спорта. Если вы занимаетесь бодибилдингом, то прибегните к кроссфиту, либо к чему-нибудь там, ну разнообразие, любой стресс на мышце, разный стресс, да, он всегда будет давать прогресс вашему росту. В-третьих, видимо, вы не додаете нагрузку вашим мышцам, например, тренируетесь с более меньшим весом, который вы могли бы поднять, например, я не знаю, там на грудь жмете опять же 40 кг, да, а могли бы поднять там 50-70-90-150, ну это забавно было бы, конечно. Ну, короче, может быть, возможно, вы жмете меньше, чем положено для ваших мышц, для того, чтобы они испытывали стресс. И четвертое, такой совет, не зацикливайтесь на боли в мышцах, потому что если вы все правильно делаете, с хорошей техникой, меняете упражнения, даете стресс мышцам, и у вас нет боли, все равно, значит, ну такая структура у вас тела, и мышцы уже привыкли к нагрузкам, но это не значит, что у вас не будет роста. Это значит, что вам нужны качественные тренировки, и все, боли, возможно, не будет, но рост будет идти. А если вы уж так беспокоитесь о боли и хотите такую приятную больку, то вам нужно отдохнуть от тренировок 3-4 дня и потом хорошенечко нагрузить мышцы, и тогда боль гарантированна. Ох, любители боли. Да, знаю таких, кто боль любит себе причинять. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, покажите видео друзьям, и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok